Татьяна Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы вообще сегодня оцениваете ситуацию с охотой, если брать срез, например, за последние пять лет? Охотников стало больше или меньше? И с чем вы связываете эти изменения? Ну, ситуация с охотой не такая, как хотелось бы. Все-таки в советское время и внимания государства было больше, и охотников было больше, потому что очень много было жителей в сельской местности сейчас, большинство живет в городах. Естественно, те, которые живут в городах, они, как правило, к охоте, в охоту попадают, если их кто-то привел. И очень редко, когда они сами приходят в охоту. Поэтому, конечно, по объективным причинам, как и во всем мире, в России тоже меняется количество охотников, к сожалению, не в сторону увеличения. Что касается изменения охоты и охотничьего хозяйства, в целом, естественно, охотничье хозяйство развивается, как и во всем мире, в России тоже развивается. Конечно, может быть, не такими темпами и не так, как хотелось специалистам, но развитие не остановить. Все равно будет охота. Хотим мы этого или не хотим, охота будет всегда. Хватает ли у надзорных органов полномочий, людей, чтобы вообще отслеживать ситуацию и контролировать наши леса? Ну, что касается надзорных органов, конечно, я руковожу общественным объединением. Но можно только одну сказать, что, конечно, не хватает. Конечно, не хватает. И здесь, естественно, должны быть охотники, которые, в общем-то, должны помогать. Охотники у нас хочется, чтобы они были законопослушными, чтобы правила охоты, которые принимаются государством, были всем понятны, ясны, конкретны. И охотник прекрасно понимал, что именно он нарушит и в каком случае он будет нарушителем. Что касается финансирования, это всегда больной вопрос. Количество охотинспекторов и их подготовленность, самое главное, тоже, в общем-то, непростой вопрос. В связи с тем, что у нас было несколько административных реформ, то вот те штучные специалисты, которые были раньше в охотничьем хозяйстве, они просто ушли в другие отрасли, стали заниматься другим, ушли в охотничьем хозяйстве работать. Конечно, вопросы есть. Вопросы есть. И кадровый голод, он тоже присутствует. Вообще, например, топ-3 самых главных проблем, которые сегодня есть. В охотничьем хозяйстве? Ну, наверное, отсутствие цели у государства, что оно именно хочет увидеть от охотничьего хозяйства. Потому что мы прекрасно понимаем, что хочет охотник. Охотник хочет выехать в лес и добыть добычу, трофей. Что хочет тот, который несет затраты и инвестирует в охотничье хозяйство, охотпользователь. Он хочет или получать прибыль, если это коммерческое предприятие, или удовлетворять какие-то свои интересы, если это частное хозяйство, или удовлетворять интересы своих членов, если это общественная организация. А вот что хочет государство, какую цель она преследует, что вот мы все работаем, нам пока непонятно, потому что нигде у нас в России ни в одном документе она не присутствует. Это первое. Второе, наверное, я остановлюсь, все-таки охотнадзор у нас попал сейчас, как я понимаю, под общие правила контроля и надзора. А это специфический надзор, специфический контроль. И работа абсолютно специфическая в охотничьих угодьях. И третье, ну, наверное, самое больное, я его оставила на потом, это то, что у нас абсолютно не выстроена система мониторинга охотничьих ресурсов. И вследствие отсутствия грамотно выстроенной конкретной системы мониторинга, чтобы мы понимали, что это такое, и как это складывается, из чего складывается, и как определяется состояние популяции, у нас не хватает, как бы сказать, понимания, как правильно управлять популяцией. Поэтому мы очень часто грешим на приказы Минприроды. Но вот здесь надо честно сказать, что по сравнению даже с той же Белоруссией, у нас совсем другие проблемы, и эти проблемы очень тяжелые. Но вот охота – это история не только про хобби, знаете, про увлечение, это история про регулирование численности диких животных. В последнее время популяция волков, например, в России резко увеличилась. И сообщения о том, что волки заходят в населенные пункты, появляются все чаще. Вообще, как регулируется их численность? И вот то, что волки, например, выходят в населенные пункты – это серьезная проблема? Ну, действительно, серьезная проблема. Любой дикий зверь, который приходит в населенные пункты, он приходит почему-то. И меня всегда раньше удивляло, когда отдельные журналисты всегда говорили, ну, в других городах идешь, там, значит, лось ходит, там олень ходит по населенному пункту. Я всегда на них смотрела удивленно и говорила, ну, простите, у них – это не место их жизни, это не место их обитания, они должны жить там, где они должны жить, но никак не в городах. Естественно, волки. У нас еще большая проблема с медведем. У нас численность медведей гораздо выше, чем хотелось бы. Кроме того, надо понимать, что если зверь не эксплуатируется, и зверь не регулируется, у них отсутствует боязнь человека, и они человека уже не воспринимают как хищника. То есть они не воспринимают как вышестоящего хищника. То есть хищник – волк, хищник – медведь, а человек, он же их может добыть, значит, следовательно, он опасен. И если вот этого нет в популяции, то, как правило, эта популяция себя сама изживает. Что касается регулирования, у нас, в принципе, волки добываются везде в разных регионах по-разному. Где-то есть регионы, которые уплачивают очень большие денежные средства премиальные. Есть регионы, которые до этого не дошли. Отдельной федеральной программы у нас нет по волкам. Но вот проблема в том, что это же хищные звери, и охота на него такая, в общем-то, специфическая, так просто, как вот на птицу или на какого-то более легкой к добыче зверя ты не пойдешь. Поэтому здесь есть вопросы. На ваш взгляд, что могло бы решить эту проблему? Какая-то госпрограмма. Ну, я бы побоялась говорить так громко госпрограмма. Мне кажется, что надо пересмотреть, может быть, вернуться к советскому опыту, когда волк добывался при каждом удобном нахождении в охотничьих угодьях попутно. То есть, если охотник видит волка, он его добывал. У нас же сейчас надо получить разрешение, надо пройти какие-то административные процедуры. Мне кажется, что это тоже является каким-то препятствием. Что касается медведей, опять же, повторюсь, потому что есть Сибирь, Якутия, которые, в общем-то, страдают от нашествия медведей. Здесь, конечно, еще играет роль, что человек, ну, не совсем грамотно образованный в смысле понимания, что такое дикое животное, начинает там подкармливать, те же свалки тоже, это же все, в общем-то, не играет на регулирование численности. Ну, и охотники уже, ну, другие немножко стали. То есть, тех охотников, которые там целенаправленными, как они раньше назывались, там, волчатники, или те, которые охотились на берлоге, что у нас очень долгое время было под запретом, и вот это, видимо, тоже сказалось. И у нас же разрешение есть, но они не выбираются. Вот еще проблема в том, что есть предложение, но нет спроса на эти разрешения, по медведю особенно. Если не регулировать их численность, что произойдет? Ну, вот это самый главный вопрос, который, в общем-то, возникает, когда мы встречаемся с так называемыми зоозащитниками, потому что, в моем понимании, они такими не являются. Они считают, что популяция любого вида животного может расти безразмерно, но это не так. Мы же с вами живем в отдельно взятой квартире или в отдельно взятом доме, но мы же не живем во всем доме. И здесь надо понимать прекрасно, что зверь может жить там, где он может жить. И если сокращается его место обитания, ему больше некуда. Нельзя населить зверем угодья настолько, что ему просто... И будет взрыв, или будет популяционный взрыв, который выразится в каком-то заболевании животного, и популяция сама себя отрегулирует. Будет меньше рождаемость, будет меньше воспроизводство. Поэтому регулировать всегда нужно. Но здесь вопрос, кто должен регулировать. Нам зоозащитники часто говорят, регулировать должно государство через егерей. Ну, вот себе представьте, у нас 5 миллионов охотников, которые занимаются и выполняют вот эту государственную задачу, регулируют и управляют популяциями, чтобы у нас не было конфликтной ситуации. И как государство, где оно найдет средства, а потом их же надо обучить будет. Это просто охотники выполняют природоохранную функцию и успешно выполняют. Поэтому, в общем, здесь надо отдать им должное, всем охотникам. Вот мы уже с вами заговорили. На ваш взгляд, сегодня сохранилась так называемая культура охоты? Тоже непростой вопрос, хотя очень злободневный. Культура охоты, она же воспитывалась поколение из поколения. То есть, всегда раньше, для того, чтобы ты стал охотником, тебе должны были дать или две рекомендации, или должен ты пройти кандидатский стаж в каком-то коллективе охотников, которые входили в общественное объединение. Но в свое время было принято решение, что общественные объединения, можете, не нужны. И вот, наверное, это была ошибка, потому что у нас охотник стал безликим. То есть, он пришел, заявился в МФЦ, заявление на госуслугах, получил охотничий билет, написал, что он ознакомился с охотничьим минимумом, и все. Но на самом деле это не так. И все вот эти проблемы с людьми, которые берут в руки оружие, они связаны отчасти с тем, что его никто не видит, этого потенциального охотника. Он получил охотничий билет бесплатно, за пять дней. Потом пришел на основание этого охотничьего билета, получил разрешение на оружие. Но он не готовый охотник, он стрелок. И в результате получается, что вот это вот звено, которое готовило охотников, ведь раньше брали детей на охоту. И это не считалось зазорным, это не считалось каким-то нарушением. И дети, помимо того, что они видели, как охотятся их отцы, деды, дядьки, они же обучались возможности общения в мужском коллективе. И воспитывался мужчина, воспитывался охотник, воспитывался защитник. Вот сейчас, к сожалению, вот это звено выпало. Спасибо. Пожалуйста.